Президент Казахстана Касымжамар Токаев ратует за справедливость, призванную обеспечить равенство прав всех граждан, независимо от их социальной, этнической, религиозной и иной принадлежности, и создания каждому из них возможности для достижения личного успеха и повышения своего благосостояния. Постоянно говорит президент и о необходимости поднятия авторитета человека труда. В Жамбулской области желающих открыть или расширить свой бизнес с каждым днем становится все больше. Немало среди них и тех, кто придерживается жизненного принципа «нельзя долго стоять на одном месте». Именно этих постулатов придерживается герой следующего сюжета. Потомственный аграрий Бисбай Консье Тулы всю свою жизнь проработал в сельскохозяйственной отрасли. Был трактористом и комбайнером, трудился на государственной службе. Выйдя на заслуженный отдых, он не стал почивать на лаврах, а воспользовавшись возможностями, которые предоставляют целевые государственные программы поддержки бизнеса на селе, разбил в окрестностях своего родного аула яблоневый сад. Сначала площадью в 20 гектаров, который за пару лет увеличился до площади порядка 50 гектаров. Для посева и ухода за яблонями нужно немало времени и воды. Спустя время появляются плоды. Теперь нужно реализовать яблоки на продажу. С этим есть проблемы. Но на выращивании одних яблок аграрий не остановился и создал небольшую ферму по выращиванию медоносных пчел, которые выполняют две задачи – опыляют яблонные сады в период их цветения и дают первоклассный мед. Сейчас производство меда стало, по сути, основным бизнесом данного хозяйства. Если бы не пчела, то не было бы опыления и меда. Многое время занимаясь пчеловодством. На мед есть спрос. К тому же он очень вкусный. Успешно развивается в этом сельском округе Жолынского района и племенное животноводство. Многие местные аграрии воспользовались возможностями, которые предоставляет корпорация социального предпринимательства для закупки племенного скота, будь то овцы или лошади. Это позволило создать немало новых рабочих мест. Так, к примеру, разведением дойных кобылиц и производством кумыса занимается хозяйство, где трудится Багдад Сейдбеков. Здесь я работаю три года. У нас имеются кони и козы. Вовремя получаю зарплату. Мясо и молоко отправляем на продажу в Тарас. Также в данном сельском округе создано небольшое элитно-семеноводческое хозяйство, которое занимается производством семян яблонь, вишни, абрикосов, слив и декоративных деревьев. В среднем в год этим хозяйством реализуется более тысячи саженцев. Наимбек Багбанов, Ермек Кенченбек, Айкон Атпарат.